Всем моим красоточкам фламенный приветик! Девочки, надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно! Сегодня я снимаю видео о покупочках. Было всего понемножку. И в этом видео я вам покажу продукты ухода, косметики и кое-что из аксессуаров. Покупки одежды я вам покажу в следующем видео. Итак, первое, с чего я начну, я, как обычно, получила на дом карту приглашения от Ивроше с выгодными предложениями. Ну и я решила кое-что купить. Итак, я приобрела вот такой вот гель для умывания. Была акция «Покупайте один» и в подарок вам дарят такой же продукт. Так что у меня два таких геля. Один уже стоит в ванной. Вот, это ромашковый гель. Я думаю, что многим он уже известный для всех типов кожи. Вот, я раньше его часто брала, потом какое-то время я перестала брать и решила повторить. Вот, очень приятный гель, очень хорошо смывает вот именно макияж. Ну, в принципе, я именно вот так им пользовалась буквально вот последние дни. Да, я прям наносила на макияж влажными руками. Всё хорошенечко массировала и потом смывала водичкой. Вот, и что могу сказать? Очень приятный он. Он очень приятно пахнет. И вообще, такие от него остаются очень приятные ощущения на лице после умывания. Вот такой вот гель. Далее, следующий продукт, который я приобрела, также я вам его уже как-то показывала. Это вот такая вот мицеллярная водичка из серии «Себа Вежиталь». Два в одну. Водичка очищающая. Вот, из пудры «Байкала». Здесь 200 мл. Значит, эта водичка предназначена для смешанной и жирной кожи. Вот. Она шла, кстати, в комплекте вот с этим кремом. Это крем «Себа Вежиталь» также. Называется «Зеро Дефо». Вот, здесь 10 мл. Также для смешанной и жирной кожи. Вот. Они шли вот вместе. Вот. Этот крем «Себа Вежиталь» я пока не знаю. Вот. Водичку я уже брала. Не помню, какое это время назад. Так что ещё раз попробую и потом расскажу в пустых баночках. И в подарок они мне подарили вот такие вот три мини-продукта. Ну, это два таких вот геля для душа. Один с манго и кориандром. И второй ваниль. И вот такой вот шампунь, восстанавливающий без силиконов, без парабенов, без красящих веществ. Ну, шампунь не для моего типа волос. Ну, в принципе, ничего страшного. Вот. Кстати, этот шампунь предназначен для кудрявых и сухих волос. Ну, я думаю, что он, наверное, как-то разглаживает волосы. Кстати, аромат очень приятный у геля для душа. Очень приятный. Дальше. Также, девочки, я в Ивроше приобрела вот такой вот карандаш для бровей. Я хотела вам о нём рассказать, да, потому что это очень стоящий продукт. И вы знаете, сейчас у них акция, по-моему, минус 40% на этот карандаш. Вообще, у него цена, по-моему, около 11 евро. А так он сейчас стоит, ну, 5 евро с лишним. Где-то так. Вот. У меня есть такой один карандаш уже, но он уже у меня, как бы, подходит к концу. У меня был в номере шата, то есть для шатенок, да. Вот. Я его покупала очень-очень давно. Потом я как-то его положила в шкафчик, забыла про него и недавно про него вспомнила. Вот. Но он у меня уже, в принципе, на подходе. И я пошла и купила себе вот такой вот новый карандаш. В другом оттеночке немножко. Это у меня оттеночек блонда. Номер 507. Потому что я говорила, что блонд, вот, в принципе, во всех марках, что тут я брала и Lancome, и Dior, да. Он мне больше как-то всего подходит. То есть как-то более натурально смотрится брови. Вот. Это номер 1. Ну, почему-то написано номер 1 блонда. Но тут еще есть один номер сбоку. 507. Вы знаете, карандаш просто суперский. И я очень рада, что я вспомнила про него, да. Потому что по ценовой категории он, ну, в два раза, наверное, дешевле, чем у Lancome и у Dior, которые я покупала. И которые абсолютно не уступают по качеству. Поэтому, девочки, я вам от души советую присмотреться к этому карандашу. Он существует в нескольких оттенках, девочки. Так что я думаю, что каждая из вас может подобрать карандаш именно под себя. Есть для шатена, как я уже говорила, да. Этот называется блонд. Есть карандаш сандре, то есть немножко такой вот пепельный. И, по-моему, есть еще два оттеночка более таких вот темных для брюнеток. Поэтому от души советую присмотреться. И ценовая категория достаточно очень такая доступная. Вот. И качество просто замечательное, которое не уступает, я вам могу сказать точно, ни Lancome, ни Dior. Потому что я этими карандашами пользовалась систематически. Вот. И очень рада, что для себя открыла по-новой вот этот карандаш. В принципе, они такие же по внешнему виду, как и Lancome, да. Здесь сам карандаш. И с этой стороны идет кисточка. Достаточно очень хорошая кисточка, которую я вот здесь разрушиваю брови. Поэтому, девочки, присмотритесь. Очень-очень достойный продукт. Далее, девочки, что я еще приобрела? Взяла на пробу, девчонки, вот такую зубную пасту. Oral-B 3D White Luxe. Вот. Ну, я люблю, знаете, пробовать какие-то новые продукты для себя, да, даже зубные пасты. До этого я брала на пробу вот эту зубную пасту. Signal White Now. Вот. Она у меня уже на подходе. Она такого синего цвета для отбеливания. Вот. А эта паста называется Eclat Eclamore. Ну, написано, что устраняет 90% пятен на зубах. И также защищает ваши зубы от пятен. Здесь 75 мл. Вот. Вот такая вот паста. Девчонки, кто пользовался такой пастой, напишите ваши комментарии. Мне будет очень интересно почитать. Сам тюбик выглядит вот так. Пока я еще ею не пользовалась. Но она тоже такого, знаете, синего-голубого такого цвета. Так что посмотрим. Посмотрим и тоже вам расскажу. И далее, девочки. Я приобрела еще одну тушь. Ну, вы, наверное, поняли, что я больная на туши, да. Это один, наверное, из моих любимейших продуктов. И я также люблю туши пробовать, открывать, ну, как бы находить свой идеальный продукт, да. И вы знаете, к этой туши я стала присматриваться где-то, наверное, в конце 2015 года. Это тушь-новинка. Вот. Ну, где-то в декабре, в ноябре я уже стала к ней присматриваться. Потому что она была на стенде как раз среди новиночек. Это вот такая вот тушь от Urban Decay, которая называется Preversion. Вот. Здесь 12 мл. Достаточно много. Вот. И сейчас я вам покажу сам футляр. И сам футляр выглядит вот так. Ну, мне нравится, в принципе, оформление. Достаточно такое сдержанное. Но в то же время очень такое интересное, да. Такой красивый цвет самого тюбика. Вот. И вы знаете, когда я к ней присматривалась, мне сразу продавец в Сифуре сказал, что тушь классная. Но я тогда как-то сомневалась ее брать. Вот. И все-таки я решила ее приобрести. Искушение меня перебороло. Вот. И что могу сказать, девчонки, вот последние дни я ее пользуюсь. И я очень-очень осталась довольна. Вот такая здесь кисточка. Очень хорошая. Очень приятная. Сам продукт очень приятный. Который очень хорошо накладывается на ресницы. Прекрасно скользит по ресницам. У него, у этого продукта, очень приятная текстура сама по себе. Она, кстати, на мне сегодня. И что хочу сказать, тушь очень достойная. Она и удлиняет ресницы, и придает объем как раз то, что я и требую туши, да. Вот. По ценовой категории она стоит у нас, по-моему, 25 или 24 евро. Вот. И, в принципе, она дешевле, чем и в Сен-Лоран, да, и Кристиан Диор, которым я постоянно пользовалась. Но по качеству она, я бы не сказала, что она уступает. Поэтому тоже хочу сказать, что достойнейший продукт. И вы можете к ней присмотреться. Так. Ну, и остается кое-что из аксессуаров. Не обошлось без этого, да. Ну, первое, что вам покажу, это вот такое вот кольцо. Это вот как раз такие модные тенденции. Я вам говорила, да, что сейчас очень модные такие вот кольца, браслеты. Примерно вот таких вот форм. И я купила вот такое колечко. Ну, считаю, что очень такое оригинальное, очень такое элегантное. И очень красиво смотрится на пальчики. Вот. И следующее колечко, которое я приобрела, тоже считаю очень стильное. Я его купила, по-моему, в HM. Вот. Вот такой вот формы. Ну, немножко покрупнее уже, конечно, да. И в желтом металле. И вот такие вот камушки. Ну, типа поднатуральные. Но это, конечно, не натуральные. Но сделано очень красиво. В принципе, очень достойно. Сейчас я вам покажу, как это смотрится. Вот. На средний пальчик. Ну, это у меня S-очка, потому что у меня размер маленький. И вот она мне идёт на средний пальчик. И я считаю, что смотрится тоже очень достаточно красиво и стильно. Вот этот камень, кстати, сделан прям вот под малахит. Очень похож на малахит. А вот этот камушек прям очень похож на кварц. Такой вот розовый. Я считаю, что очень такое симпатичное кольцо, да. И очень такое оригинальное. Вот. Так что это HM. А это колечко, девочки, я купила, по-моему, в Клэрсе. Да, в Клэрсе оно было одно-единственное, маленького размерчика. Вот. Ну, вот как-то оно, наверное, ждало меня. Дальше. Вы знаете, у нас открылся новый бутик. Прямо в центре города. Который называется Bijou Brigitte. Вот. Я этот бутик, в принципе, не знала. Ну, очень рада, что он у нас открылся. Потому что там действительно очень много красивых и оригинальных вещей. Да. То есть, очень много бижутерии. Очень большой выбор на любой вкус. И крупная, и мелкая бижутерия. Есть и серебро, очень элегантное. Есть и клатчи, очки, шарфики, ну и так далее. И я кое-что там приобрела. Первое, что вам покажу, это вот такой вот красивый веер. Вот. Ну, не знаю. Я люблю такие вещи, да. Он, кстати, тоже был один-единственный. Вот именно такой вот гипюровый. И с такой вот черной кисточкой. Ну, я считаю, очень такой прям элегантный. Особенно мне понравилась работа из гипюра. Такого вот красивого формата, да. Вот эти такие вот идут узоры. Ну, почему бы нет. Надеюсь, что у нас будет жарко. Будет солнышко. И я как-то как-нибудь выйду с веером. Каким-нибудь вечером, да. Вот. Очень красивый. И дальше я приобрела, девчонки, вот такую вот потрясающе красивую брошь. Я ее когда увидела, ну, я сразу решила, что я должна ее купить. Вот такая вот брошь. Сделана под винтаж. Вот. И я уже, в принципе, ношу. И вы видели фотографию, да, в инстаграм. Я ее прикрепила на черную водолазку. Как раз таки смотрится очень-очень хорошо. И надевала я ее с жемчужными серьгами. Вот. Вот такая вот красивая крупная брошь. Кстати, там броши очень красиво продаются. Дальше. И купила я очки. Вот. Очки купила, потому что мне очень понравилась их форма. И как они на мне сидят. Сейчас вам покажу. Ну, это, в принципе, смотрится все вот так. То есть, я считаю, что они просто, ну, просто идеально на мне сели. Вот. В принципе, вот такие вот покупочки. Кое-что осталось из покупок одежды. Я вам покажу в следующем видео, потому что не хочу все мешать. Иначе видео получается длинное. Не хочу занимать ни ваше время, ни свое. Все. Надеюсь, что было интересно, девчонки. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, комментируйте. И я надеюсь, что до скорых-скорых встреч. Все. Всех целую. Чао.